Благодаря подписанному договору алтайские учителя в течение трех лет будут повышать свою квалификацию, посещать обучающие тренинги московских специалистов высшей категории, чтобы вооружиться инновационными методиками и узнать, как правильно взаимодействовать с ребенком в мире гаджетов. Помочь учителю осознать, кто он такой, свой потенциал, свои возможности, и вместе с командой развивать условия для того, чтобы дать возможность ребенку двигаться в своем направлении. Благотворительная программа по обучению педагогов стартовала в прошлом году в двух регионах – Калужской и Ярославской областях. В ней участвовали свыше ста человек. Организаторы проекта рассказали, почему решили поддерживать и развивать российское образование. Сбербанк видит реально потребность формирования людей, нового качества, нового свойства. И мы понимаем, что эти люди формироваться должны с детства. Поэтому те усилия, те действия, которые предпринимаются в образовательной сфере первой очереди – это то, где должен быть максимальный эффект, который отразится в будущем на тех поколениях, которые воспитываются. В этом году заявку на участие в проекте подали больше 30 регионов, но отобрали только 10. В победный список попал и наш край. Совсем скоро в Министерстве образования назовут имена учителей, которым расскажут секрет обучения современных детей. Школы в социально сложных условиях, школы с низкими образовательными результатами. Все школьные команды, именно в этих школах, показавшие наиболее высокую и быстрый темп динамики роста, они войдут прежде всего в этот проект. Создатели проекта также отмечают, что знания, которые педагоги приобретут на тренингах – всего лишь набор инструментов, к которым учителя должны добавить свой творческий личностный подход. Валентина Аскерова, Илья Халяпин. День с толком. Так и не поделать с этого уровня.